Привет, друг, с тобой Аван, мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер всегда, и сегодня, как ты понял по названию этого ролика, я расскажу, как я попал в топ Forbes сервера, как я заработал все свои деньги, какое вообще у меня имущество, ну, в общем, история успеха на RedMirMT, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть личный промокод, который находится в описании ролика, вводи его при регистрации и получай 20 тысяч долларов на свой баланс, иди сдавай направо и работай на свою мечту. Ну что, пацаны, очень много людей мне спрашивало и просило вообще, будет ли такой ролик, или запиши такой ролик, ведь мы тоже хотим как бы разбогатеть, расскажи свою историю, может кто-то послушает, кого-то я заряжу мотивацией, кто-то сделает так же, а может даже лучше. Поэтому, начинаем. Значит, как я попал в топ Forbes? Что такое вообще Forbes? Это как бы журнал, ну, или сайт, который сейчас есть, который подсчитывает деньги всех самых влиятельных, богатых людей и складает список собственных номинаций. Там типа топ, богатый до 30, до 50, до 60, как-то там, если честно, сам не слежу, ничего не знаю. На сервере у нас так же как бы присутствует список Forbes, в принципе, как и на всех серверах, в МТА и GTA 5 собственности. По всем трем серверам, как бы отдельно или вместе, по номинациям самый богатый игрок и самый высокий уровень. Forbes составляется как бы по деньгам, которые есть у тебя на аккаунте, то есть на руках, если не ошибаюсь, вряд ли в банке. И самое обидное, что имущество, как на том самом GTA 5 RP, не учитывается, учитываются только деньги. Если там есть бизнесы, тазики, они не учитываются. Знаешь что, давайте посмотрим список. Так, что-то я себя не вижу, не? А, кажется, я понял, в чем дело. Давайте переместимся на сервер. Ну что, пацаны, мы находимся на сервере, давайте посчитаем все мои деньги. Мы начнем с того, что мы находимся возле моего основного дома. Вот такой вот на 5 мест, с госом 33 тысяч, если не ошибаюсь. Да, 32 даже. Но такой дом стоит, ну, в районе 100 тысяч долларов. Давайте 100 тысяч добавим. Плюс, в принципе, что по доме ничего. Но есть там на балансе дома 10 тысяч, давайте тоже добавим. Типа уже мелочь, так мелочь. Переходим в гараж и будем считать все свои автомобили. Значит, у нас стоит вот такой вот пак. Е60, но она в хаме, фатешка, давайте оценим ее. Ну, за сколько? Я брал за сотку, ну, типа, давайте плюс-минус сотку закинем. ГТР, хам, фт-фт, один владелец. Давайте тоже, ну, с номерами, давайте тоже за сотку, типа, его оценим. Хотя его можно и за 110, думаю, слить. Ну, давайте за сотку. Равновесим с бамвай. Дальше бамвай е39, который я чунил за 120 тысяч. Но ее продать, ну, тысяч за 30, даже больше. Тысяч за 45, я думаю, можно продать. Ну, 40, давайте 40 тысяч добавим. Плюс, ГТР на новом номере. Вы еще с ним не знакомы. Я думаю, надо посмотреть, как я его купил. И давайте добавим. Ну, он, конечно, для меня бесценен, но он стоит, ну, тысяч. Давайте еще тысяч 75 добавим. Бля, реально? Интересно, что должно сейчас произойти. Говорите, что вы мне его подарите. Я настолько плакал в предыдущем ролике, что мне решили подарить. То и то. Так, я так понимаю, это дом для сделки. Симлику, привет. Попастись. Давай. Да не. Чистый, просто чистый. Бля. Ебать. От души. Блин, ну, гитара, это лучшая тачка. На планете. Урил. Бля, ну, это, это прям то. Какой секс. А что мне с этим гитаром делать? Сливать его, или что? Что, я после подарка, после подарка должен сказать, заходите в клан Хилкет, да? Да не знаю твое дело, мы тебе просто подарили. Кстати, черные волки не такие же и стрёмные. Ну, это не волки, это не смодиски с 34-го Скайлайна. А, Рил? Да, можешь посмотреть в инете даже не смодиски, не с ВГТР, а у него прям такие же диски стоят, типа. Тут все на именных номерах катаются. Это единственное, что я еще не сделал на этом сервере. О, да. О, да. Зашибись. Просто обалдежь. Когда-то я доучу этот джаваскрипт и куплю такой себе ГТР. Итого, один гараж уже стоит 425 тысяч вместе с гаражом. Вот, спасибо пацанам за ГТР, он очень охрененный. А еще номера на ГТРе. Ну, тысяч сколько? Я их покупал за 15 тысяч, значит, можно тысяч пять слить. И еще номер на Е39. Ну, короче, давайте за два номера добавим, ну, тысяч... Ну, тысяч пятнадцать. Дальше второй мой дом, который я купил недавно у Димона. Дали Бушкину. 44 Когос. За... 70 тысяч. Ну, да, за 70. Ну, в принципе, за 80 можно продать и 10 на балансе. Давайте, ну, еще добавим где-то 90 тысяч. И считаем остальные мои автомобили. Е34, глянце, ФТ, ФТ на тюнинге, ну, тысяч тридцать. Я думаю, свободно можно просить. Дальше, F90 КС. Фомат вайна в фулл дисках, один владелец. Фулл КС. Ну, я думаю, тысяч двести десять, двести двадцать можно слить. Давайте добавим двести десять. Хуракан, легендарный, глянец на шторе. Ну, тысяч. Так как их нет, ну, их продают тысяч по 350. Давайте 350 и добавим. И F10, который мне также подарили. Глянец, два владельца, ФТ, ФТ. Ну, тысяч еще. Ну, давайте, тысяч шестьдесят. Даже больше, мне кажется. 65 давай. Так, в принципе, по дому и по тачкам все. Что у нас остается? Остается у нас очень интересная штука. А, еще я забыл добавить номер с ламбы. То есть, тоже где-то тысяч. Ну, тысяч десять давайте добавим. Ну, там не десять. Ну, пусть будет тысяч. Десять, да. И этот номер можно, в принципе, в год слить за тысяч пять. Поэтому давайте еще добавим тысяч пять. У меня плюс еще здесь есть. Дальше что осталось у меня по имуществу? Конечно же, бизнеса. Два бизнеса на одиннадцать двести выплаты и на шесть сто выплаты. Одиннадцать двести можно посчитать как за нулямов шесть с половой. Потому что двенадцать триста сейчас продают по семь. Давайте шесть с половой. Это все равно относительные цифры. Вот. А нижний посчитаем ляма за три. Если мы нажмем F2. Мы увидим, что у меня еще банк пятьсот тысяч. Еще у меня на руках два пятьсот семьдесят. Давайте добавим. И еще, можно сказать, вот этих пять пятьсот кредитов. Ну, можно где-то перевести в один миллион. В каком смысле перевести, что ты можешь, ну, либо купить, обнулять тачки, либо тюнить за кредиты на заказ. Либо ты можешь просто создать клан и взять себе разницу. И это выходит четырнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч рублей. Многих рублей, долларов. А, еще у меня промокод на сорок две тысячи. Ну, давайте, чтобы округлить. Четырнадцать восемьсот. Четырнадцать восемьсот. Так, не дай мне же учусь на программиста. One second, и все готово. Так-то лучше. Как вы поняли, если продать все свое имущество, я займу где-то одиннадцатое место в топе Forbes. Это, конечно, хорошо, но не топ-3 в 2015 году на Аризоне. На самом деле, вы должны понимать, что этот список, это такая относительная тема, что очень много людей сейчас держат деньги в активах, а-ля бизнесы, дома, номера, которые с каждым днем дорожают, и которые можно будет очень дорого продать и залатать пару десятков миллионов. И если уже считать, если все все продадут, то дай бог не будет занять тридцать первое место, или там, ну, когда-то тридцать первое уже занул, но двадцать пятый точно. Но сейчас так случилось, что мне удалось попасть в этот топ, не совсем честно, конечно, но попал. А теперь давайте поговорим о том, как я это все заработал. Кстати, есть плейлист Радмир МТА, где видно все ролики и всю мою историю игры на сервере. Так что, кто не видел, можете пересмотреть, я думаю, это будет как сериальчик и будет очень интересно. Ссылка будет в описании. Начнем с того, что я начинал еще играть в 2017 году, заработал в районе 100 тысяч долларов, все слил и ушел. Остался у меня только один кабан. Но в январе 2021 я вернулся, после чего все, что я делал на протяжении года, это рулетка, казино и ежедневные задания. Также, кстати, я снимал ролик, где выполнял задания 100 дней подряд и выяснил, что за 100 дней только на заданиях можно заработать от 360 до 550 тысяч долларов. Это без учета денег с работы, без учета кристаллов, до плюшек в виде прокрутки казина дополнительной и випки. Кроме ежедневных заданий, также я очень много времени тратил на перекупство. Перекупство автомобилей, перекупство бизнесов, домов и поимка их, конечно же, с ГОСа. Каждый день в 0-0 слетает без их дома, и я пытался что-то словить, и у меня это достаточно неплохо получалось. Бизнеса с ГОСа, к сожалению, я так и не словил, хотя два раза был очень-очень близок. Но домов штук 25-30 я словил точно, а может мне кажется и больше. Перекупство автомобилей, любил я этим заниматься очень часто. Сидел возле БУ или возле ЭКХ, ловил людей, которые хотели слить по дешевке, слить просто в БУ, либо эти тачки стояли в БУ. Покупал и продавал дороже. А именно перепродавал больше всего я Хураканы. Метебатя Хуракана, как бы это все понятно. Гелики, а там остальные меньше, конечно, но по типу Макларенов, F90, Евски, Роллс и Чироны. Мелкой продажей я не занимался, потому что смысла в этом нет. Ты заработаешь там 5000 максимум, типа зачем это надо? И то, если заработаешь. Кстати, еще в задании ты получаешь кредиты, которые помогают очень сильно перекупству. А именно ты можешь поставить обвесы на авто на заказ, либо купить авто, поставить обвесы, продать дороже. Ну или же обнулить владельцев, это тоже очень хорошо бустит цену автомобиля. Также важная составляющая, что у меня была, это фуллбанк. Фуллбанк это 500 тысяч в банке, это максимальное количество денег, от которого у тебя приходят проценты. То есть, если у тебя 500 тысяч, значит тебе придет 5000 в день, то есть 1%. Что неплохо, ведь на ровном месте за месяц ты получаешь в районе 150 тысяч. Но есть один минус в этой системе, то что тебе нужно заходить как минимум каждых 3 дня. Ну раз в 3 дня, если быть точным. Потому что после 3 дней выплата пропадает, останавливается. Но это для тех игроков, которые не заходят на сервер каждый день. Ну а и для тех, кто заходит каждый день, проблеми не вижу. Еще какие-то доп заработки, но у меня в принципе их и не было. В казино, если я ходил, то сначала поднимал, а потом конечно же сливал, потому что это казино. За все время в казино я точно в минусе. Не хочу даже думать в каком. Ну не в таком, что там лям 2, но где-то лям наверное. Да не, мне кажется даже ляма нет. Может 1500-800 максимум. Гаражи. Да, на гаражи я ходил больше ради контента, чем для себя. Но за все это время у меня получилось где-то на 500 тысяч уйти в плюс. Может даже больше. Но если честно, сначала я конечно же считал. Подводил это лицо в каждой серии по гаражах. Но потом мне что-то стало впадло, я уже перестал считать. Ну а в принципе сейчас я только сижу на выпадах сбезов, на фуллбанке, на ежедневных заданиях. И то я не так часто уже захожу на сервер, как раньше. Ведь индустрия умирает, сервер умеряет. Люди уходят и смысла в этом я не вижу. И краткий совет, как развиться на этом сервере. Как я развивался на этом сервере. И надеюсь он тебе поможет. Первое, что тебе нужно это 100% забить фуллбанк. Ведь 150 тысяч в месяц это забалдеж. Значит первое, это 150 тысяч в банк. Ну, про то, что выполнять задания это все, я тебе не говорю, это обязательно. После того, как ты забил фуллбанк, продолжай копить на бизнес. Минимум тебе нужен бизнес на 5000 выплаты. Ниже брать смысла я не вижу. Он очень мало приносит, это первое. Во-вторых, он не ликвидный. Ну и в-третьих, короче он говно. И третий, автомобиль. Ну и берите средний, ведь вам сначала нужно вложиться как бы в пассивный доход. Вам надо набить фуллбанк, бизнес. А потом уже будете покупать себе разные автомобили. Я рекомендую взять, на первое время вообще можете взять какую-то очень дешевую, там 1000 до 30 тачку. Например, Е60, которая очень классно выглядит, очень хорошо едет. А потом можете взять себе на постоянку GTR, F90, либо Е63, но потом можете уже пересесть на Хураканы, Чироны, Макларены, когда уже накопите очень-очень много денег. Но как видите, я накопил очень-очень много денег, но я сижу без Чирона, потому что смысла в нем нет. Хурик на шторе емба. А дальше просто постепенно меняйте выплату на больше-больше и будет вам счастье. А у меня в принципе на этом все. Вот такой вот у нас вышел. Я надеюсь, он тебе понравился, я надеюсь, я что-то понял, надеюсь, я тебя замотивировал. Если ты, конечно, еще хочешь играть на этом сервере и развиваться. Хотя бы я, наверное, уже не влаживал свое время в этот сервер, потому что, ну реально, одного раз в год, ну это бред. Типа, либо идти уже в другие проекты, играть в сфере МТА, САМПА, ГТА 5, либо пора взрослеть, чё. Обязательно нажми лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Не забывай подписаться на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Ну, по-братски, нажми на эту красную кнопку. Колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои ролики и смотреть их всегда первым. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.